Рада приветствовать всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И сегодня такой тег от зрительницы Наталья. Она мне написала очень много вопросов еще перед Новым Годом ВКонтакте. И я даже не все вопросы смогла прочесть, а может быть пробегала глазами. Ну в общем, ответы будут совершенно для меня непродуманные, потому что... Ну, наверное, интересно, потому что это вопросы от зрителей. Какие-то, может быть, я буду ввинчивать, вспоминать те вопросы, которыми задают другие зрители. Потому что давно назревал такой тег, такое видеоразговорное. И сейчас, собственно говоря, я отвечу на те вопросы, которые были заданы. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех девочек, да и мальчиков, кто нашел время, поучаствовал в голосовании по поводу блогер номер один. Девчонки, мне приятно признать, да и мальчики тоже, что я заняла почетное пятое место. Но я считаю, что это неплохо против таких мастерных блогеров, какие там участвовали. Мне, конечно, очень приятно. Тем более, бисерные блогеры – это вообще отдельная секта, отдельная категория. Они не самые просматриваемые, не самые подписываемые. В общем, спасибо огромное. И тем, кто поучаствовал в голосовании онлайн, да, перешел по ссылке. И те, кто поучаствовал на формуле рукоделия. Татьяна Барыльченко набрала самое большое количество в Валентинок. Представляете, как приятно. И те, кто просто морально меня поддерживал, особую благодарность. Конечно, хочется выразить моему супругу Илюше, который прям родил за то, чтобы за меня голосовали. Наташа Наталинка, которая сама не смогла принять участие. Ну, очень здорово. Всем рекомендовала за меня поголосовать. Наташа, спасибо большое. И огромное спасибо еще Олечке Весна, которая разместила пост в Инстаграм. Да, еще Валентинка Бисеринка разместила пост. К большому сожалению, мне кажется, что те зрители, которые проголосовали, не нажали в самом низу кнопочку «Отправить». И голосов получилось, ну, немного, да. Всего проголосовало чуть больше двух тысяч человек не за меня, а в целом за блогеров. И у меня-то там, ну, не знаю, ну, 180, может быть. Да, это немало, конечно. Но то количество людей, которые меня смотрят, я почему-то ожидала больше, что у всех больше будет, не только у меня. И так получилось, что, ну, вот, немного. И мне кажется, как раз беда была в том, что люди не поняли и не перешли по ссылочке вниз и не нажали кнопочку «Отправить». И голосование, ваш голос не был учтен. Ну, ладно, ничего страшного. Как есть, так есть. Я довольна и пятым местом. Важна не победа, которую я, собственно, не рассчитывала, но участие для меня было приятным. Ну, спасибо всем огромное. Я думаю, что в следующий раз будет еще такие интересные розыгрыши. Будут участвовать даже те, кто не смог в этот раз попробовать свои силы. В общем, мы будем болеть в следующий раз за них. Итак, теперь первый вопрос. Схемы для вышивки бисером. Некоторые фирмы выпускают без задней клеевой основы флизелина. Вы приобретали такие схемы? Если да, то вышивали так или проклеивали сами флизелин. Этот вопрос очень часто встречается. И вот недавно я купила набор от паутинки. И здесь не проклеена задняя сторона. Вот она не проклеена. И девушка сказала, вот я проклеивала и столько игл сломала. Да, я покупала такие заготовки, такие наборы. Есть качество производителя, например, у таких, как паутинка. У них проклеивать заднюю сторону не нужно. А есть такие, которые я пробовала без наклеивания. Их вело страшно. Есть, которые проклеивала и все равно вело. То есть, конечно, проклеивать флизелин, особенно если атласная ткань или там плохо скроенная, габардин, обязательно проклеивать нужно. Но мне кажется, что производитель должен заботиться о том, чтобы проклеить сторону флизелином заднюю сторону обязательно. Но это мое мнение. Да, мне попадались разные. Я вышивала и так, и так. В общем, сейчас я вышиваю без проклеенного флизелина. И работа прекрасно держится и ведет себя. Скоро вы это увидите обязательно. Второй вопрос. В фикс-прайсе продаются наборы алмазной мозаики. Вышивки крестом и бисером. Вы или ваши знакомые приобретали такие наборы? Я не приобретала. Я на них смотрела. Но эти наборы... Ну, как-то не внушают доверия, что ли. Они какие-то такие. Хотя у меня есть из фикс-прайса на деревянной заготовке два наборчика. Мне подарила Олечка, я умница, ниточками. И там домик и бабочка очень крупный для того, чтобы попробовать вышивать моей дочери золотинки. Но сама я не приобретала. А по отзывам, вы знаете, неплохие отзывы. Вот, ну, неплохие для тех, кто не придирается, допустим, к проработке. Ну, и китайскому бисеру сильно, да. У кого нет возможности покупать дорогие, кто взял попробовать, ну, у кого не с чем сравнивать. Ну, я думаю, что в любом случае, конечно, качество сильно здорово страдает. Но, мне кажется, конечно, лучше покупать производителя, зарекомендовавшего себя. Нет, я не брала. Вы пробовали вышивать иглой для бисера большего размера, чем стандартно? Вы знаете. И так скажу. Да, я пробовала, но я не вышивала 10-сантиметровыми иглами, как многие. По-моему, Олечка вышивка бисером такими вышивает. Я вышиваю иногда, пробовала такими 7-8 сантиметров. Мне не очень. Когда-то мне это нравилось, а сейчас я настолько привыкла к стандартным иглам. Почему? Потому что, когда я вышиваю, держу, я иногда пальцем, ну, как бы себе помогаю. И когда игла чуть длиннее, мне уже неудобно. Так, то есть я вышиваю сейчас более-менее стандартной иглой. 5 сантиметров, это уже длинновато, ну, где-то 4,5-4,8. Сейчас на Ютьюбе много роликов Татьяны Лазовской о багетной мастерской вашего города. Мне интересно смотреть на оформление той или иной картины. А вы смотрите подобные видео? И тут я сразу ввинчу. Мне многие спрашивают, почему я не оформляю Татьяну Лазовской, хотя я уже об этом говорила. Да, я смотрю видео Татьяны Лазовской. Мы часто с ней встречаемся на выставке, бывает так. Она сейчас даже стала проводить, как это называется, встречи. Рукодельниц тоже никак не доеду, и времени нет, и другой конец города, и, ну, не знаю. И туда надо ехать, чтобы что-то оформить. Пока я не оформляю, да и буду ли вопрос, потому что нет у них таких креативных вещей, как в других багетных мастерских, а за простой, за простым оформлением, за такую цену я не поеду. У меня есть мастер, который делает в разы дешевле, в разы. И меня устраивает и качество, и скорость. Скорость, девочки, практически однодневная. Если этот багет, который я заказала, есть в городе, ему доставляют сразу же в тот же день, и он к вечеру мне присылает оформленную работу, фотографию. Если этого багета нет, мы ждем его там пару-тройку дней. Ну, собственно, скорость просто безумно быстрая и качественная, и ценовая политика изумительная. Поэтому я не хожу к Татьяне Лазовской. Но теперь если к вопросу о подобных видео, смотрю подобные видео. Белбагетмастер вот иногда смотрю, да, когда время есть. Девчонки, так много у меня стоит видео, которые надо посмотреть. Но вы же понимаете, да, что не всегда есть возможность, и время, скорее, его нет вовсе. На каникулах некогда, потому что целый день с детьми. Когда заканчиваются каникулы, у меня полдня, и иногда я эти полдня просто сплю, собственно говоря. Вот, обязательно. Видите, музыкальное сопровождение. Ну, вы уже, наверное, привыкли. Не могу я ей заткнуть рот, поэтому всегда мы слушаем вопли моей кошки. Смотрю, люблю Татьяну Лазовской, уважаю ее. Очень позитивная, очень мудрая женщина, такая интересная. Ну, в общем, замечательный блогер и человечек она вот такой. Следующий вопрос, он пятый у меня идет. Два года назад в одном из интернет-магазинов я увидела схему для вышивки бисером, которую давно хотела. Но когда я ее получила, то оказалась на сайте фото. И то, что мне прислали по цветовой гамме, совершенно не соответствовало. Да и детали сюжета немного отличались. Все бы ничего, но это была частичная зашивка. И белая часть как раз оказалась не белой, а грязновато-серой. Это портило весь вид. Написала претензию, но мне не ответили. Был ли у вас за время ваших заказов подобный опыт? Так, я, девчонки, всегда, знаете, как делаю? Я всегда свои риски взвешиваю. Что я получу, желаемое, нежелаемое. Я понимаю, что может результат. Я, знаете, как я положу себе в корзинку, нажму, допустим, на картинку. Я ее увеличу до немыслимых размеров. Вот если мне что-то непонятно, да, я или задам вопрос прям продавцу, или не куплю вовсе, или мне не хватает вышивки, или, в общем, что-то, сомнения какие-то я не покупаю. И если уж я купила, и это несоответственным ожиданиям, да, было у нас один раз так, я вам расскажу. Моя подруга Олеся, дочка, которая недавно у Наташи Наталинки выиграла маленький приз, Бражникова Любочка, она заказала у Верочки вышивалочки на Атласе красивую такую заготовку от Телл-Артис, по-моему. Ей пришла эта работа, Верочка вышивала, и каким-то случайным образом она прожгла эту работу, не закончив ее. Я ей говорю, ну не расстраивайся, ну бог с ними, с деньгами, давай закажем на иголочке такую работу тебе, новую, перешьешь ее. Заказали, приходит, а она другого цвета, то есть ту, которую мы купили у Верочки вышивалочкой, у нее такие более холодные тона, да, такие более спокойные, а ту, которую мы получили, печать такая более яркая, более такая в розовую уходит. И она сказала, нет, я буду заканчивать ту работу, которую я прожгла работу, и мы там придумали какой-то аксессуарчик, в общем, очень уместно, и получилась замечательная работа. И та, которая нам пришла, розовенькая, ну так и осталась у меня или у нее, я уже не помню. Да, был еще один случай, но тут я купила уже сознательно. Если вы помните, я оставлю ссылочку вот где-то вот на видео о девушке зиме. Я вышивала от созвездия, и вот она на картинке такая бледная, вся такая, ну зима, да, белое, выбеленное лицо. Когда я купила, она такая более румяная, более живая, то есть совершенно не снежная королева. И я когда покупала, их было много наборов, и я прям все перебрала, потому что было видно лицо через пленку, и выбрала самый бледный вариант, который мне нравился. Ну тут я знала, на что шла. Если бы это случайно мне пришло, и я была бы разочарована, вы знаете, я бы не стала, честно говоря, писать производителю. Итак, кому-кому-кому она написала претензию? А, ну вот. Ну, тут вот надо, конечно, в каждом частном случае разбираться. Да, я писала претензии, были такие, и не было ответов мне совершенно. Поэтому, или не претензии, а просьбы. Я обращалась, чтобы мне выслали ключ там или еще что-то. И поэтому я не ошибаюсь, не обижаюсь. Вернее, конечно, неприятно. Хочется, чтобы уважали производители своего, покупателя, да, своего потребителя. Но, к сожалению, реалии показывают, что не всегда они идут навстречу. Все люди, ну, обиделись они, что вот ваш товар не понравился. Плохо, обидно и грустно. Ну, что делать? Вышивали ли вы на заказ или продавали свои работы? Это первый вопрос. Цену обговаривайте сразу. Ведь зачастую те, кто далек от ручной работы, видят только результат. А не считают потраченного времени, исколотых пальцев. Так. Дочитаю сейчас, секунду найду. Исколотых пальцев. И многое другое. Поэтому, когда озвучиваешь приемлемую цену, то многие заказчики удивляются. А почему так дорого? Тут такой, видите, многосложный вопрос. И явно тут Наташа выразила свои, конечно, эмоции. Причем очень часто эти эмоции действительно соответствуют действительности. И правда соответствуют действительности. Люди не могут оценить эту работу. Был у меня такой случай. Пришла девушка, у меня висит картина. Она мне говорит, о, это я. В детстве я хочу купить эту картину. Сколько она стоит? Я посчитала оформление, стоимость набора. Ну и рублей 700 положила на тысячу, может быть, на зашивку. И вышла работа 5,5 тысяч. И она, это был набор. И она сказала, ой, как дорого. Так что был у меня такой момент. И я знала, что люди считают дорого. Я поражаюсь людям, которые могут запросить 25, 30, 40 тысяч за свою работу. Я удивляюсь этим людям. Я не могу просить такую цену. Я и не делаю этого никогда. Я не вышиваю на заказ и не продаю свои работы. Был момент, когда мне пришлось вышить на заказ. Я не обговаривала заранее сумму. Это была учительница моя, попросила вышить на подарок. Я вышивала икону ювелирным бисером. Неплохо получилось. И когда я ее озвучила, говорю, ну ладно, пусть хоть тысяча рублей будет. Она мне, по-моему, заплатила, по-моему, две с половиной. Сама просто. Мне было неудобно, крайне неудобно. Но вот и набор она у меня еще. Я взяла деньги за набор. Вот, собственно, это мой опыт. Продавать не пробую, не ставлю, потому что не ценится ручной труд. Потом таких умельцев очень много. И конкуренция большая. Ну, люди, вот, уверенность их в том, что больше так никто не умеет, наверное. Дело в том, что у меня, видите, в этом вопросе комплексы. Я ничего такого выдающегося не делаю, как мне кажется. Ну, вышиваю, ну, все вышивают по стране. Сидит на ютюбе на вышивальном, да, или в инстаграме вышивальном. Вот откуда комплекс пошел? Я была на одном из мастер-классов. И у нас в Санкт-Петербурге там такие люди толковые. Это была школа. Такая школа искусств, назовем ее. И там шла речь о золотошвеях, которые работают при Исаакиевском, по-моему, соборе. И они там шьют золотую нитью. И они там не просто, как мы, по напечатанной схеме. Они сами вот видят картинку, да, вот она картинка. И взглядом, как художники, начинают вышивать. Вот это, я считаю, работа. Вот это работа, настоящее искусство. Такую работу я видела в ютюбе. Была такая однобарышня припудренная. Она, по-моему, из Америки, но она на русском языке нам вещает. Почему припудренная? Ну, мне так показалось. Потому что она так много говорит. И такая смешная вся, такая смешная, такая перекрашенная вся. Но, девчонки, какие шедевры она создавала. Это вот просто. Ей захотелось вышить там павлина, да, или там какую-то лягушку. И вот она садится, берет бусины и начинает их пришивать, пришивать, пришивать. И она видит, куда какую бусину поместить. И это получается такая красота. Я давно, я видела ее лет шесть назад на ютюбе, больше она не появлялась. Она такая немножко эзотерикой занималась. Вот поэтому мне показалось, что, знаете, такой своеобразный человек. Но то, что она делала, конечно, это было выше всяких похвал. Вот это я называю искусство. Вот за это имеет смысл брать деньги. А за то, что делаю я, ну да, ну потраченное время, глаза и сколтые пальцы. Все. Все. Ну, те, кто не могут, обратятся, меня попросят. Я сделаю. А те, кто могут, я думаю, сделают это сами. Так, это был у меня. Тут все так сложненько у меня. Пятый вопрос. Шестой. Так, а сейчас у меня следующий, седьмой. У вас есть видеоотчет о вышитой иконе Тихвинская Божья Матерь. Судя по видео, сам результат вам понравился. Но там присутствует много разной техники вышивок. Сейчас появились в продаже очень красивые иконы. Образа в каменях. С применением различных страз, бусин, трунсала. Вы бы хотели попробовать такой опыт вышивки? Хотя, к сожалению, цены на такие наборы, ну, в общем, ноготочек кусаются, да? Так, что касается наборов. От образа в каменях, потом, как же они называются еще? Несколько фирм, которые выпускают такие красивые наборы. Они не дешевые, они, я вспомню название вам скажу, потому что выбили образа в каменях. Изящное рукоделие, еще что-то, еще что-то. В общем, цены на них кусаются. Но тут вопрос в том, что я делаю. Я создаю не результат. Меня наслаждает сам процесс вышивки. И вот это вот кропотливое пришивание. Не сложно пришить несколько бусинок, ниточку трунсала, и ты получишь результат там, ну, как бы очень быстро. Результат, правда, очень красивый. И у меня, я клала несколько раз в корзинку себе такие иконы. Какие-то, мне кажется, слишком вычурными. Какие-то, кажется, кричащими. Какие-то мне очень нравятся. И, правда, 12-14 тысяч стоят. В общем, по-разному мысли вот за эти годы были разные в моей голове по поводу этих драгоценных икон. Назовем их так, потому что, типа, они используют драгоценные камни. И на Украине я их смотрела. И у нас тут в мире вышивки. Но пока я не пришла к тому, что я хочу эту икону. Возможно, я, ну, на подарок маме, на юбилей, да, может быть, на какой-то очередной. Не знаю, пока мне не хочется. Ну, может быть, хочется. Да, действительно, есть что вышивать, да. Не приспичило. Вот, когда будет повод, я куплю себе такую икону. Не то, чтобы я ее совсем не смогла себе позволить, да. Ну, можно накопить там и купить. Ну, пока нет. Пока нет. Вот. Следующий вопрос. Думаю, что вы, как и многие, смотрели советский мультфильм, как мужик корову продавал. Правда. И после того, как его корову разгрекламировали, он сказал фразу. Такая корова нужна самому. Я и сама часто ее использую, когда перебираю свои рукодельные запасы. Вопрос. А вам после того, как сняли видео о расхомячке, захотелось ли вновь что-то из этого оставить себе? Ну, конечно. Был такой у меня момент. Я даже не после того. Я, знаете, несколько этапов устраивала свою расхомячку. Я положила в нее что-то. Значит, это на расхомячку. Убрала из расхомячки. Положила. Так. Потом смотрю, нет. Вот это все-таки я оставлю. Вот это не буду продавать. Вот. И вот так было несколько. Туда-сюда я тусовал какие-то вещи. А потом я махнула рукой. На что-то и подумала, что продастся хорошо, что не продастся. Значит, останется мне. Ну, я уже много раз говорила, что все, что куплено мной, всегда любимо и продумано. Да, были моменты, когда я что-то покупала, когда не было еще Украины у меня в голове, да, и в возможностях купить. И я покупала практически все, что могу найти здесь, более-менее интересное. Сейчас появилась, конечно, более, как вам сказать, избалованная моя натура проявляет себя. Да, я уже могу выбирать, капризничать. Это не нравится. Поэтому, да, расхомячка была устроена. И то я считаю, что это не расхомячка, а так баловство. Гораздо больше можно было положить в корзину для расхомячки. Девятый вопрос. Были ли у вас вышивальные процессы, которые, начав, понимаешь, что не идет работа или нет желания? Вы, несмотря ни на что, закончите эту вышивку или, отложив ее на неопределенное время, начнете новую? По-разному, по-разному. Были у меня процессы, которые я начинаю, и у меня чувство, что пока не идет работа. Причем не то, чтобы нет желания. Я в вышивку всегда беру процесс, который вызывает у меня желание. Но вот нет у меня такого. Да, вот Василиночка моя застряла на какое-то время. На несколько, на 3-4 месяца застрял портрет, который я вышивала для мамы на юбилей. Есть у меня такая работа, которые, две работы, которые надолго застряли. Это наволочка от ВДВ. Мне ее скучно вышивать. Там полосами идет, постараюсь фотографию вставить, полосами идет там паеточки, бусины, бисер. И прям вот скучно-скучно, прям вот скучно, скучнее не придумаешь вот это сидеть. Вот. И, конечно, застряла еще одна работа. Это я уже ее показывала, когда рассказывала о велике в моих запасах. Работа Иисуса ювелирным бисером. Вот, ну, не вижу я. Ну, плохая проработка или что, ну, в общем, что-то мне не нравится. Очень мелко, очень мелко. Я, конечно, вышивала другие работы ювелирным бисером, но это, мне кажется, прям, ну, совсем какая-то вот мелковата. Чуть я как-то завалилась. Может быть, так будет удобнее вас меня воспринимать, вам меня воспринимать. Закончу, да. Я свои вышивки заканчиваю все. Вот, вот все, кроме вот этого Иисусика. И то у меня нацелена я на то, чтобы его закончить. Ну, и, соответственно, эту научку. Я не бросаю ничего. Я книги дочитываю всегда. Если даже не интересная книга, я ее дочитываю. Я могу по пальцам пересчитать те книги, которые я не дочитала. Одна, но, может быть, две. И все. Десятый вопрос. Одна моя знакомая любит вышивать только природу. Другая иконы. А у вас есть предпочтение... А, у вас есть предпочтение к каким-то сюжетам. Вы знаете, да, недавно мне, например, Алла Романюк задала вопрос, почему у меня нет в вышивках животных. У меня есть, но очень мало. Я очень люблю животных. Я не могу подчинять, почему я их мало вышиваю. Я вышивала лошадей, я вышивала свою кошку, я вышивала петуха. Еще до ютубного времени. Ну, что-то я вышивала животных, но очень-очень мало. Не знаю, почему. Люблю я животных, я безумна. Я вообще когда-то и ветеринарным врачом хотела, ветеринарным стать. Ну, как-то вот не сложилось, да, к большому сожалению. Ну, вот, у меня нет предпочтения. Нет, нет, не так. Мне нравится вышивать все. Лишь бы мне нравился сюжет. Поэтому я с удовольствием это сделаю. Когда мне попадется какой-то, что животность, что пейзаж. Ну, не знаю, сейчас у меня как-то женские образы идут, да. Был момент, я цветы вышивала за коем. Ну, вот честно вам, не могу сказать точно, на чем я зациклена. Нет. Какой-то момент был, я думала, что я вообще не буду вышивать больше иконы. А сейчас мне опять хочется. Нет. Нет у меня каких-то особых сюжетов. Сейчас многие сайты предлагают наборы и схемы для вышивки бисером. Ходит моя семья, еще не спит. А время? Вино. Для вышивки бисером. Нитка или выкладывание мозаики. Заказчик. По фотку заказчика. Вы бы не хотели сделать такой индивидуальный заказ? А, наборы и схемы для вышивки бисер, нитками и выкладывание мозаики. А, ну, почему не хотела? Я уже сделала такой заказ. Я вышила уже. Я просто выбрала очень удачно. Выбрала человека, который мне сделал эту работу, эту разработку. Это была Елена из бисерного эксклюзива. Я просто, я прям вот низкий поклон этой женщине, потому что она мне сделала действительно идеальный подбор. Идеальный. Я не знаю, девочки, выйдет ли это видео в свет, потому что там моя мама, и мне не очень хочется ее показывать. Не потому что у меня мама настоящая красавица, и даже вот возраст ей не помеха. Вы знаете, есть люди, которые красивы от природы, и в молодости, и в среднем возрасте, и чуть постарше становятся. Но, как-то вот муж мой, и, не знаю, есть такие мысли, не показать, а портрет вам показать хочется. В общем, я подумаю, выйдет, мама получит подарок, и потом я подумаю, можно ли выложить, нужно ли выложить это видео. Вот. И я заказывала такой индивидуальный заказ. Я видела отшивы в одноклассниках, в одной девушке. Я увидела отшивы одного и того же портрета, сделанного разными производителями. Это же какой-то кошмар. Это настолько разные работы, и она вот не поленилась и повышевала. Видимо, какой-то рейтинг для себя проводила. И, честно говоря, я очень бы поостереглась, если вот я бы не у Лены заказывала, я бы очень поостереглась у кого-то заказывать портрет, да, например. Любую другую работу, разработку, ну почему бы нет, да? Ну, пожалуйста. Так. Надо было мне взять кусочек воды. Так. На работе. Мой коллектив уже привык меня видеть. А в обеденный перерыв с вышивкой в руках. Ну, пришла новая коллега, и когда увидела, то воскликнула. Сегодня же Никола, церковный праздник. Вышивать нельзя, и рукодельничать нельзя. Татьяна, а вы вышиваете в святые дни? Девочки, для меня вышивка, когда мне удается вышивать, это всегда для меня святые дни. Может быть, это звучит кощунственно, но я вышиваю. Для меня вышивка не работа. Для меня вышивка – это как покушать, да, это как войти прогуляться, это как выучить ребенком уроки. Для меня вышивка – это уже мое второе я, я не считаю это работой. Вот работа, я считаю, это стоять у плиты, это мыть полы, это стирать и гладить. Вышивка – нет. Конечно, я вышиваю в любые дни. Дело в том, что недавно разгорелся спор под одним из моих видео. Такой спор между моими зрителями по поводу… В общем, она мне написала, я начала вертеп в Рождество. Говорю, вот я сегодня его начну. И было короткое сообщение, его нельзя вышивать. А, в праздники вышивать нельзя. Ну, написала бы, вот она, как вот сейчас, да, вопрос прозвучал. А вы, вот, вышиваете в святые дни или нет? Она мне просто сказала, вышивать нельзя, все. И, естественно, кто-то из моих зрителей обиделся на нее и говорит, а что это нельзя, это вы так придумали. Вот мне мама так сказала, ну, девчонки, у всех разные мнения на этот счет. Я люблю вышивать, для меня это не работа. Я не тружусь. Я не шила себе сарафан, я не шила платье, я не выполняла какую-то работу. Это когда праздники, ну, во-первых, вы же понимаете, мы сейчас не настолько религиозны, не настолько соблюдаем. Современные реалии, современная жизнь требует от нас несколько других темпов, да, других вещей. Мы не можем, я в принципе не могу. Я в метро еду, у меня руки свободны. Я понимаю, что я час-полтора трачу там подруге еду, и это время простаивает. Я не могу фильм смотреть, что-нибудь не делая. Если я не могу вышивать по какой-то причине, я стою к плите, я начинаю, вот, понимаете, да, как меня бабушка называла семиделиха. Так, я не хожу в очках, девочки, чтобы вы понимали. Очки мне нужны для того, чтобы читать то, что мне вопросы распечатаны. В жизни я хожу без очков, но вот уже жизнь заставила мне, откровенно говоря, их надеть, когда я читаю, вышиваю. Так, 13-й вопрос. Ну, я думаю, что я ответила на 12-й, что вышиваю я в религиозные праздники. А что ещё делать? Есть чем заниматься? Гулять идти? В церковь идти? Ну, вообще, наверное, надо в храм сходить. Ну, я этого не делаю, к сожалению, большому. Нет, был момент, я несколько раз была на религиозных праздниках, отстаивала службу, но моя поясница, она просто не способна, не в состоянии сделать это нормально. Отстоять, да, праздник. Поэтому вот как-то так оправдываю себя сейчас. Ладно. В некоторых схемах, в частичной вышивке, с частичной... Прошу прощения. В некоторых схемах, с частичной вышивкой, в конце ряда видна чёрная точка. Вы пришиваете дополнительно бисеринку, чтобы её скрыть? Да нет, что вы, не пришиваю, конечно. В общей массе, когда уже опыт показывает... А, или оставляете так. В общей массе, когда опыт показывает, когда зашита картина вся, да, уже ты не видишь каких-то огрехов. Вот недавно мне прислала девушка сообщение. А кто прислал, девчонки? Я забыла. И фотографию. Татьяна мне попался набор с каким-то бракованным бисером. Она мне говорит. Вы видите? Говорит, я пришиваю, пришиваю. А пробел-то видны? Видны пробелы? Вы видите? Основу я уже и так и эдак, а основу всё равно видно. Я смеюсь, говорю. Да не бисер это бракованный. Это некоторые производители грешат тем, что у них очень свободно лежит бисер. Рисунок напечатан часто нелогично, не в цвет бисерины, да. А вместо зелёного красное, вместо красного зелёного. Этим грешит созвездие наше, санкт-петербургское или хобби-про. Вот. И я даже, несмотря на это, зашиваю, вышиваю работу, ничего не делаю. И получается, в общем, неплохо. Один раз я попробовала. Это был от Юма. По-моему, от Юма обложка на паспорт. И там было настолько плохо всё, что я пришивала лишние бисерины, что я бисер клала чуть поплотнее, чем мне было напечатано. Было невозможно, потому что бисер болтался вообще нереально. Четырнадцатый. Вы любите вышивать в тишине или же слушать музыку, смотреть фильм, ролики с Ютуба? Нет, я в тишине не люблю вышивать. Девочки, начинают планировать сон. Меня одолевают мысли какие-то, нужные и ненужные мне. Поэтому нет. Я очень, очень-очень всегда люблю занять свой мозг. И это, как правило, ролики с Ютуба и фильмы. Да, фильмы. Реже я слушаю аудиокниги или какие-нибудь психологические вещи. Музыку. Музыку реже. Так что вот. Нет, не в тишине. Ну, хотя в целом, даже если у меня работает Ютуб, а дома тишина, я люблю такую обстановку. Никогда там за фоном у меня в каждой комнате голдёж и вот здесь под боком мяуканье кошки. Так. Кошка говорливая. Она очень любит поучаствовать в разговоре, поэтому мы её всё время слышим. Татьяна. Пятнадцатый вопрос. На Ютубе много роликов с рукодельными подарками друг к другу, в том числе и ваши. Взрослые люди радуются как дети. Каждые иголочки, брелочку, конфетам и шоколадкам. Некоторые могут, конечно, сказать, что сейчас в любом магазине этого навала. Но ни в одном из них не купишь ту искренность и доброту, с которой упакована даже маленькая рукодельная мелочь. А открыточки, подписанные рукой, это вообще сейчас редкость. Вот и я хочу, и я хочу, и я в преддверии новогодних праздников пожелать вам оставаться такой же добродушный и позитивный. Пусть для этого у вас в следующем году будет побольше радостных моментов. Девочки, а это же был вопрос. Может, был вопрос, я его продевала. Спасибо большое, Наташа, за пожелание. Действительно радуешься, девчонки. Вот насколько правильно сказано про вот эти открыточки, подписанные рукой. Ведь человек не просто сел и списал стихотворение. Он продумал каждое слово, вписанное. Ведь он думал о том, что же мне пожелать такого, чтобы мне было приятно, чтобы это запомнилось. Что касается каждой конфетки, положенной каждой шоколадки, вот я представляю, человек идет в магазине, не просто хапает эти шоколадки, думает, вот это Татьяне, это ее детям. А вот этот набор, вот мне был подарок, присланы подарки, а это бы понравилось Татьяне, а вот это бы она хотела, а вот этому бы она улыбнулась, а вот этому бы она порадовалась. Это вот представляете, сколько положено в посылку мелочей, и каждая с мыслями обо мне. Девчонки, ну это безумно приятно, поэтому я правда радуюсь. Я радуюсь не столько ценности этой посылки, хотя это само собой всегда накладно, я понимаю, что такое посылки. Ее просто отправить целого состояния стоит, а уж собрать такую посылку. И, ну я представляю, человек потратил время свое, и самое главное, сколько души вложено в каждую покупку, в каждый подарок. Наташа, спасибо вам огромное за такое количество вопросов замечательных. Наговорила вам девчонки, мне понравились эти вопросы, они продуманные, искренние, настоящие, и действительно вот на злобу дня, да, что называется. Какие-то еще были у меня вопросы, меня спасили девочки снять мои шторы, очень говорят, у вас красиво шторы висят, девочки, у меня правда красиво висят шторы, именно я покажу вам за счет чего, я вам сниму отдельное видео, потому что я сейчас меняю немножечко текстиль в своей гостиной, у меня будет другого цвета шторы, другого цвета ковер, немного другого цвета подушечки, потому что диван у меня теперь, видите, какого цвета, был вот такого цвета, кожаный был, а сейчас, и вот уже два года у меня этот диван, и я никак текстиль не поменяю, ну вот все, пришла пора, и я буду снимать свои шторы, которые очень люблю, и вешать на их место другие шторы. И расскажу вам обязательно в следующем видео, наверное, о рукодельных буднях, обязательно расскажу про свои шторы, почему они так красиво висят. Вот сейчас встает вопрос, что же мне делать, чтобы они снова так хорошо висели. Все, спасибо вам огромное за внимание. Если у вас будут похожие вопросы, девчонки, пишите, я всегда их люблю скомпоновать. Часто мне задают вопросы про иголочку. Магазин иголочка. Да, я люблю этот магазин, заказываю. Да, идет недолго, но заказ обрабатывается очень долго. Насчет продажи моих работ, знаю, у меня был такой вопрос от Наташи, знаю ли я кого-нибудь, кто занимается продажей. Нет, я не знаю таких людей. Если бы знала, наверное, своих целую кучу, бы туда поотправляла. А может быть, и не поотправляла бы, не знаю. В общем, много вопросов, и я часто их забываю, но стараюсь выписывать. Поэтому, если вы мне будете задавать вопросы, ждите обязательно, что я в скором будущем на них отвечу. Буду так, соберу, соберу и в каких-то буднях могу на них отвечать. Промыла, недавно было спрос, я сняла видео, что за мыло, и где я его покупаю. Да, мыло, которым я отстергаю пятна. Так что все, смело мне пишите вопросы. Многие из вас стесняются. Мне хочется, чтобы вы этого не делали. Вы можете меня всегда найти в ВКонтакте, вы можете найти меня в Одноклассниках и в Инстаграм. В Инстаграме где-то уже есть за латинка 10 с латинскими маленькими буквами. обязательно скоро увидимся. Пишите мне, ставьте лайки, если вам было интересно. Ну и, конечно, я жду ваших комментариев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok